Итак, мы заканчиваем цикл лекций, посвященных сознанию, любви, служению. И все это едино для тех, кто вышел уже на высокий уровень осознавания себя и изменения своей судьбы. И вот здесь нам надо разобраться в конечной этой заключительной лекции, как же подытожим, как же это все определить. Вот у нас есть, скажем, первый этап, когда человек просыпается, все это мы рассматривали, что-то делает. В конечном итоге он, смягчая, оздоровляя свою жизнь, все равно начинает разрушаться, заходит тупик. Второй этап. Человек, тот, который пришел к понятию, что все свыше, что есть высшая сила, управляющая вселенной, он начинает управляться своим высшим Я, своей душой, по-простому скажем, который участвует в этой игре под названием «Жизнь человека» в матрице иллюзий, восприятия его. Ибо, еще раз подчеркиваю, этот мир реальный, но он иллюзорно воспринимается. Он начинает вестись высшей силой, ну, может быть, душа, эгрегор, дух и так далее, и подводится к системе более целостной, более наполненной и емкой для оздоровления своего тела и физического, и уже энергетического, информационного. Человек уже это понимает, знает, и он уже интересен высшей силе, потому что человек делает приоритет в своих поступках, действиях, рассуждениях приоритет высшей силы, который и проявляется через человека, когда он находится в высокочастотном состоянии. По-простому говоря, чувство любви заполняет ощущение всего тела. Но это все очень неустойчиво. И мы многократно разбирали и подчеркивали, что человек заполнен, как один английский эзотерик, психолог, неважно кто и что, потому что очень многие об этом пишут и говорят, и даже те же ученые, что человек заполнен программами, миллион программ. То есть, по-простому говоря, привычка. Вот так вести себя, вот так думать, вот так реагировать. И человек убеждается, что сам он не может из-под этого выйти, потому что и внимание, которое как вектор для направления энергии действует, оно направляется менталом через органы чувств. И это все запрограммировано. Человек привязан своими чувственными аппаратами. И вот эта запрограммированность, запрограммированность ума не дает человеку выйти, потому что он направляется действием умом. И вот здесь наступает третий этап. Для тех, кто созрел для более высшего служения, то есть, отказа жизни для себя, когда он себя делает для того, чтобы служить семье, обществу, коллективу, в котором он находится, миру, а не жить в эгоистическом, инстинктивном восприятии мира, когда все, что бы он ни делал, это лишь действие для того, чтобы себе было хорошо. Причем себе это запрограммированный ум, который извращает все, абсолютно все, в том числе и телесный комфорт. Примеров можно приводить много, начиная с того, что, допустим, полезно спать на жестком для тела, кушать простую пресную пищу и так далее. И пребывать, конечно, в высоких вибрациях, постоянных, независимых от внешних условий. Для того, чтобы те высокие вибрации, попросту говоря, делали здоровье тела и настроение хорошее. И настрой прекрасный. Это делают вибрации, высокие вибрации. Так вот, как же достичь их постоянно? Итак, мы смотрим на три этапа. Чтобы легче запоминалось, мы все повторяем, о чем мы говорили. Это последняя лекция на эту тему. Потом у нас будет перерыв, и разбираться будут другие темы. То есть, первый этап или первый уровень, потому что основная масса людей, помню, что сейчас время пробуждения, кругом информации много, каких-то занятий, какой-то пользы там, для тела, для души и так далее. Но первый уровень – это вот уровень незрелых душ. Еще раз подчеркиваю, можно искать какие угодно причины, почему кто-то как-то может пройти, а кто-то нет. Еще раз подчеркиваю, все люди ведомы. И если есть сила, созданная многими реинкарнациями зрелой души, она может человек и вести. Но основная категория людей – это незрелые души, в которых их сознание не открыто, канал сознания забит. И любые состояния, возникающие в теле, зависят от внешних форм. То есть, это уровень незрелых душ. И они обычно и остаются на бессистемной работе над собой. Нет системы. То есть, я подчеркиваю вот эти все основные, скажем так, параметры, по которым можно определить. Системы на всю жизнь. Понимаете? Очень многие соединяют различные практики, восточные, западные. Соединяют, естественно, от ума, от каких-то программ. И потом разрушаются. Второй уровень – это зрелые души. Это уже различные знаменитости, сильные люди. И у них есть понимание, и что такое Бог по-настоящему. Они это чувствуют. Они достаточно открытые тела, чувствующие, чувствующие других людей, интуитивы. Естественно, они сталкиваются, начиная с тех же самых ученых, которые уже прямо заявляют о том, что некая высшая сила создала Вселенную. Убеждаются люди в этом. И вот здесь у них есть система. Система. Но у них звучит «я сам». Или «я сама». Мы разбирали момент, когда человек слушает какую-то информацию, общается где-то, приходит куда-то, учится. И любую информацию, которую он получает, он пропускает через оценку умом. То есть работает программа, которая и не дает пропустить данный поток. Программа выбирает, что ей подойдет. Неважно, какая программа. Но помним, что люди все управляемые. Вот это центр. Это центр приятия и передачи информации. Направление внимания этого вектора информационного. И вот здесь, когда человек продолжает каким-либо образом оценивать то, что говорится или делается, значит, у него работает определенная программа. Если кто-то пришел за помощью, что-то получить, продолжает оценивать, иметь свое мнение, то, естественно, он будет в состоянии я сам. И мы помним, что вот эти вот зрелые, сильные души, которые проявлены в каких-то телах, в знаменитостях, читая тебе опять биографии знаменитостей, смотрите, как они живут. Они на каком-то этапе развиваются. У них есть определенная система развития, определенный Грегор, которые они лежат, им помогают свыше. Затем они разрушаются, потому что состояние я сам дает привязывание к родовому потоку, соединенному со всеми предками, с мертвым миром. Это не семья, еще раз. Это род. Надо разделить. И раньше это было нужно, когда мир был разобщен. Сейчас перешел про переход на высокие вибрации. Напоминаю опять. Все родовые Грегоры, они остались в прежних вибрациях. Не выпали из времени. Поэтому человек должен создавать себя для семьи своей новой и давать возможность семье развивать коллектив, в котором она участвует. Для того, чтобы этот коллектив развивал то общество, в котором находится этот коллектив. Для того, чтобы это общество укрепляло структурные единицы мира, это государство. Но именно это возможно только тогда, когда у человека есть смирение. Не в понятии посадить себе на шею, а в понятии мира в себе, взращивания в себе, этих высоких вибраций, этих творческой силы, из которой он может одухотворять материю через творчество. То есть любыми своими делами развивать и себя, и через себя то, что он делает. Пространство. И вот эти зрелые души, которые еще будут проживать какие-то реинкарнации, у них вот это состояние «я сам», они находятся в какой-то системе, но это не дает выхода за пределы вот этой вот кармы родительской. И в конечном итоге они также начинают болеть, конфликтовать, отделяться. Они могут быть нужны, есть так называемая грегорная пенсия, когда человек уже в миссионном возрасте проводит политику, скажем так, идеи грегора своего ведущего. Но еще раз напоминаю, посмотрите по биографии, и вы увидите, как люди, какие бы ни были знаменитые к старости, начинают разрушаться. Часто остаются одни. Вот вопрос, почему? Ну, если пересматривать внимательно кормоуроки и прослушивать их, не оценивая, то там все мы смотрели. И вот есть созревшие души. Вот так вот подчеркнем души. И тут есть такое интересное. Будь светом самому себе. Но это не эгоизм. Эго ведь делит на здоровое и нездоровое. Это не тот эгоизм, который разрушает. Это тот эгоизм, когда человек делает себя не для себя. Напоминаю, для того общества, в котором он живет. И то, чтобы быть сильным. здесь мы еще рассматриваем вот эту систему ступенчатую, скажем, в каком-то аспекте того видения, которое мне дается. Она может быть подана по-другому. Ну вот, с точки зрения, почему же так происходит. И здесь мы уже осматривали на прошлых кармах. Здесь служение, любовь, сознание рассматривается с маленькой буквы. Здесь вообще можно не рассматривать это. Потому что человек не сознательный, он не ответственный. Это масса людей. Он не оплачиваемый, этот человек. Оплачиваемый лишь его физическое движение какое-то. Груст перетащил и так далее. Что-то там сделал. Это малооплачиваемый, это масса людей. Еще раз подчеркиваю. И вот здесь уже, там, где зрелые души, где идет отдача, там, где эти люди эгрегорные, у них уже начинает ярко проявляться сознательность, то есть ответственность и видение ситуации, и во времени в том числе. То есть канал сознания, он дает возможность видеть во времени, когда он открыт. Он будет загрязнен, конечно, программами, но в любом случае эгрегорный человек может видеть с помощью эгрегора. И понятие любовь у него же не просто, как у этой категории людей, за внешнюю форму. Дали что-то, подарили, сделали для тебя, деньги заплатили, вот я тебя люблю. Я люблю эту работу, потому что на ней хорошо платят, понимаете? Вот это категория людей. Вот это уже категория людей. Это категория людей, которые уже делают приоритетом состояние. Для них важны уже будут хорошие отношения наложены, испытывать чувство удовольствия. Для них это будет уже важнее на работе. Да, они и деньги зарабатывают, и хотят их зарабатывать, но для них они вторичны. Поэтому люди обеспечены, имеют деньги, потому что они для них вторичны, они боятся их терять. Но в любом случае, еще раз напоминаю, эти люди привязаны к социальным родовым эгрегорам. И мы не творческие не были. Есть такой интересный момент. Творческие эгрегоры, то есть вот эти все знаменитости, находятся в каузальном плане, пятый план. И там же находятся родовые эгрегоры. Поэтому не могут освободиться от родовой кармы. То есть эгрегор помогает им более счастливо, подает какие-то системы для оздоровления себя. Но родовая информация в ДНК записана, в костном мозге, и проявляется во всем теле. Постепенно, несмотря на эгрегорную помощь, они разваливаются. И мы помним законы кармы, это как снежный ком родителей. Снежный ком этот эгрегором сдерживается, но он нарастает. И в конечном итоге человек разрушается или теряет отношения. Помним, родители ругались, значит дети обязательно разведутся. А их дети уже не смогут кормообразовать семью. Блок программы разрушения партнера передается в усиленном режиме. Но это уже другая тема. У нас тема все-таки разобрать, как же можно, скажем, избавиться от кармы, родовой и социальной, для того, чтобы иметь же тут же возможность помочь и роду тем, кто готов, и социуму. Те, кто тоже готов творчески, открыто жить, делать приоритет любви, доброты, помощи другим. Но опять же помогать можно только тем, кто развивается. Напоминаю. И вот категория созревший дух, для них понятие служение, это с большой буквы, понятие любовь, это с большой буквы, и душа тоже с большой буквы. И все это едино. И сознание. Я, как некий такой субъект, состоящий из этих субстанций сознания, очень сложного объекта, соединённый с душой, с духом, проявляемый в теле через энергии, поддерживаемый высокими эмоциями, чувствами, позитивными мыслеобразами, и мыслеформами. Что мыслеформа, это уже жёсткая, консервативная форма. Мы уже тоже это разбирали, помним. И вот созревшие души, они выходят на служение с большой буквы, отдавая полностью себя телом. И тогда поток высокочастотного эгрегора, который ведёт, избавляет физическое тело, в котором записаны все программы, вот так это называемой кармы. Поэтому получается, что многие люди, как бы ни занимались, какими бы практиками, они освобождаются на какой-то только период, улучшают отношения. Допустим, кто-то не родил, не мог родить ребёнка, он смог родить. Кто-то не мог делать карьеру, разрушался, он начал делать. То есть, он на каком-то уровне что-то изменив в своей жизни, эти просто слегка отодвинули. Ходят на какую-нибудь там фитнес-йогу, активируют свои энергии, которые их потом там расшисливают, забирают. Вот эти уже более устойчивые, они в каком-то эгрегоре отдали себя эгрегору. Душой отдали. И их поддерживают. Поддерживают какой-то период, подают им возможности нормально функционировать, потому что они отдали себя эгрегору, но находясь в состоянии я сам, сама, они не могут выйти на полную отдачу высокому эгрегору. Они находятся на уровне социальных эгрегоров, которые и культивируют это западное мировоззрение, когда ты сам можешь своим умом развиваться, достигать. Человек не сам. И умаливание. Есть ментальный центр приема информации. Передача ее дальше. То есть, вот эта категория людей, я вам все время сейчас вот в этой первой части обращаю внимание на разные категории людей, чтобы вы знали, как, с кем общаться. И это категория основной массы людей. Им можно подавать вот эти высшие идеи о том, что есть некая высшая сила, Бог, Создатель, Да, Абсолют, который управляет всем миром. Читайте, пробуждайтесь, смотрите, убеждайтесь. И вы только, когда они очнутся и заговорят вот так, с приоритетом высшего, когда формы для них хотя бы в их словах будут уже вторичные, и в каких-то действиях они уже будут обращаться к высшей силе, душе своей, будут ставить любовь на первое место, они не смогут это поддерживать, но начнут это делать. Значит, они уже начинают переходить в эту категорию людей, которые начинают отдавать себя эгрегору. Это вот эгрегорные люди, отдающие себя эгрегору. Не полностью, да, потому что они по-прежнему еще умом оценивают, умом решают, душа зрелой ведет, но человек тормозит сам. Свои иллюзии, вот этой темной стороной сознания, которая породила все программы, он поддерживает эту темную сторону сознания, не расторождествляется с ней. Расторождествиться этому может научить только духовный учитель, потому что сознание это некая субстанция, которая очищается лишь духовным потоком, высокочастотным. Потому что что такое научить? Это передать этот поток, который проникнет ученика, очистит его, ему дать возможность увидеть. А ученик может быть только тот, у кого душа созрела, для которого уже видение это просто такая игра, жесткая довольно игра. Пока человек не отдает себе служение, а вот как отдать полностью служение у себя, мы как раз рассмотрим во второй части. субтитры субтитры и субтитры Продолжение следует...